я и 230 федеральный закон соблюден да по всем пунктам ну я же вам представил с ним сергей меня зовут вот другая история вчера с вами люто не забывайте называть я по поводу ты я назвал ее нет не услышали я звоню по поводу платежа вашего у вас 16 день посрочен платеж 4246 рублей скажите пожалуйста что случилось вот в компании как ни в обществе чем все острый приступ хронической жадности то есть вы просто не хотите вносить правильно вас понимаю чудовищно не хочу вносить хорошо сказать пожалуйста вы от нашей компании отказываетесь от оплаты я от вашей компании отказываюсь хорошо в таком случае обязан вас уведомить но может быть знаете в случае если вопрос оплаты и так и не будет решен компания в рамках законов сельской федерации вправе с вами договор за срочно расторгнуть и потребовать его кредит сумму со всеми процентами срок который компания установит ведь пожалуйста работайте вы и также этой номеров нет живете где указывает посвящение все по старому осталось да да то что в таком случае от кастоплат я зафиксирую жаль что вы приняли такое решение чего вам доброго алло день добрый один владимир компания кишки пенальти николаев роман игоревич специалист юридического отдела что с платежами нас позвольны что у вас платежами но у вас с вами то есть 15800 таки не вернулись до сих пор ну значит не положено что именно не положено для возвращать ничего а зачем-то забрали чтобы было хотите прожить за насчет и так понимаем так а че нет для чего-то вы что наверняка для чего тогда она продолжайте в это верить как думаете уверен вы не вы не вы не первые не единственно у вас каждый второй вот так вот кидает какой второй мы с наш сотрудники с вами созвонили я говорю каждый второй клиент вашего скидает так думаете уверенно то есть вы специально целенаправленно брали дождь не возвращать целенаправленно брала что было для чего чтобы было хранить у себя кого хоронить вас рано еще у себя хранить кого у себя хранить кого в этом у себя хранить деньги 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 вы у тебя храните я вас поздравляю хорошо я услышал начало сегодня оплата не поступит про нас понимаем никогда не поступит всегда так в этом уверены на сто процентов не верю что в следующий раз вы хотите как-нибудь так и это мы побольше актерского мастерства прикладывайте да мне без разницы понимать да ну конечно если вам без разницы прекращайте оправдывать так вы же так вы же не дин в один а кто я я думаю это не вы это не я а кто я не на этом вы представляете зачем у себя спросить на чего вам это нужен а с чего такой вывод сделали хорошо я понял вас все таки у нас еще действительно сегодня предложение по продлению взаимных водитель личный кабинет ознакомиться подождите так я что-то не я как я зайду все добро чмо какой я не могу почему-то на личность переходит у вас нет личности к сожалению почему я не могу поэтому я не могу перейти ну потому что человек потому что человек с личностью на такой работенке был унизительная не работа но я так не во первых мне никто не звонит это самая собака которая защищала ну как вас понесло то знаете как меня несет если меня понесло вы бы слегка потери умоверьте поэтому я и уверен что вы не диан ну и все идите лесом тогда пока пока да здравствуйте надежда владимировна да компания займ радио взыскания пистона оксана владимировна разговор записывается зонах по поводу вашей задолженности просрочены 26 дней сумма на погашение 23 тысячи 613 рублей 46 копеек как намерены решать вопрос просроченной задолженности в добровольном досудебном порядке оплату никак такого выбора у вас нет только добровольно или принудительно два варианта это в ваших устах а по факту есть какие никак но нет такого возраста ездишь владимировна нет такой возможности дата возврата была 29 октября вы обязаны кредитору средства вернуть которые вы оформили а я не буду вместе с начисленными процентами у вас нет такой возможности я правильно понимаю значит вы ждете мер взыскания принудительного порядка до адрес прописки для сверки данных озвучить но вы мне свой а вам зачем я вам что-то должна в их компания вам что-то должна средства для юридического дела данные адрес в юридическом отделе все информация имеется надежда владимировна для сверки данных адрес нужно озвучить а вы мне свой мы тот же самое по кругу говорим вы видим информацию не усваиваете серьезно но может быть не воспринимая вас серьез поэтому так это плохо вы обязательно свои тоже серьезно воспринимаете так это хорошо дать тогда мер взыскание принудительного порядка тоже ожидает что хорошего в вашем случае вы тоже ожидаете я вам надежда владимировна все пока потом сделать крови еще попью пока потом мы с вами на ты не переходили а я с вами на ты перешла в чем-то до свидания на мирового ты да но бывает ушки чистить для включительно а также банк принял решение продлить вам до 27 ноября дискон 40 процентов оплате остается 155 606 рублей готова воспользоваться данным предложением в рамках дисконта из чего это у вас вдруг такие предложения ко мне возникли потому что вы оплату своевременно выносили потом что-то у вас произошло вы причину не говорите почему перестали оплату производить банк пошел на встречу предлагает данное решение ситуации возникшей документы посмотрим документ мы можем вам прислать но в отделении альфа-банка в котором вы будете производить оплату на имя заместителя руководителя который вам как раз таки и выдаст данное уведомление что вы оплачиваете по дискоте затем нужно будет подождать порядком 2-4 недель чтобы оставшаяся сумма списалась и все вопросы банка по данному договору будет закрыт ну а что это будет за документ это будет вдавление в котором будет указано что 40 процентов будет списано банком к прощению а 60 процентов нужно будет вести одним платежом до 27 я повторяюсь и все нужно будет только подождать можете ознакомиться вам выдадут это выдавление вы оставите его себе и еще напомню что нужно будет потом после того как оставшиеся сумма спишется прийти в отделение банка и получить справку о закрытии счета но это нужно будет сделать обязательно а как же быть с тем что у нас уже есть вами решение суда ну смотрите если вы сейчас соглашаетесь плату произвести кодискорту я направляю в первую очередь наш юридический отдел ваш ответ согласны вы или не согласны затем если вы оплату производите как только денежные средства поступают на счет все документы мы всегда отзываем то есть никаких транзитных мер по отношению вас не будет да то есть вы думаете что так можно сделать да когда у вас уже есть решение суда то вот после этого отзываете документы да как это какая-то интересная история так так но вы может быть у приставов вы можете отозвать но у суда то не можете то есть у вас есть решение суда на одну сумму вы мне сейчас предлагаете платить совсем другую сумму как-то мне кажется странно может быть это происходит потому что вы поняли что вам ничего не светит почему же ничего не светит если какого числа у нас решение суда вступила силу вы платить понимаете какого числа у нас решение суда вступила силу к сожалению данной информации я не смогу вам сказать я ее не вижу очень печальненько это очень странно потому что как-то я думаю сотрудников банка должна быть такая информация так вот прошло уже больше не прошло уже больше полугода и за эти полугода к сожалению вам не удалось или к счастью вам не удалось ничего получить меня может быть поэтому и возникает дисконты и предложения потому что вы торопитесь получить хотя бы что-то нет почему же если вы не хотите воспользоваться этим предложением взыскание продолжится взыскание а взыскание подождите взыскание это что да это у вас есть задолженность и вам звонят из-за дела взыскания а что такое взыскание взыскание воззвать денежной задолженности денежной задолженности может быть это принудительный возврат денежных средств Александр Вячеславович по определению ну так вот взыскание понимаете в чем в чем дело вот в этом вот в этом вот в этом и кроется вещь вся соль этой ситуации взыскание это принудительный возврат денежных средств вы уже сходили в суд вы уже получили там исполнительный лист вы уже направили его к судебным приставам но ничего не смогли получить с меня а зачем же мне тогда добровольно вам что-то отдавать если вы принудительно ничего не можете ну то есть я так понимаю вы отказываетесь от данного предложения я не понимаю своей мотивации зачем мне это нужно хорошо я вас услышала я ваш ответ не фиксировала если он все таки решите воспользоваться предложением может позвонить на горячую линию альфа банк неинтересно все пока неинтересно всего доброго до свидания пока пока да а вот здравствуйте компания манимен меня зовут ильмедс Валерий Алексеевич алло да Валерий Алексеевич Надежда Владимировна да Валерий Алексеевич хорошо введу вас курс дела компания зафиксирована на нарушение условий договора с вашей стороны и по состоянию на сегодняшнее число у вас 41 день просрочки общая сумма задолженности составляет 52 697 рублей в связи с этим ваш кредитор выставил требования на основании статьи 307 и гражданского кодекса федерации оплатить долг в полном объеме сегодня оплата поступит от вас? нет Валерий Алексеевич а в связи с чем она не поступает от вас Надежда Владимировна? в связи с острым приступом хронической жадности Валерий Алексеевич так вы настроены на конструктивный диалог? что такое конструктивный диалог Валерий Алексеевич? то что конкретно что-то можете ответить почему от вас оплата не поступает? что у вас случилось? у меня случился острый приступ хронической жадности Валерий Алексеевич хорошо я вас понял когда будете настроены самостоятельно позвоните по номеру 8806 такое чудо для вас не наступит никогда пока пока Валерий Алексеевич всего доброго Надежда Владимировна поездливого пути Валерий Алексеевич да здравствуйте да да звонок вам из Сбербанка поступил старший специалист Родина Юлия Андреевна залог записывается Алена Алексеевна это вы? да очень приятно Алена Алексеевна звоню вам из управления по работе с проблемной задолженностью поскольку у вас списывается долг просроченный по вашим кредитам общая сумма долга 14100 рублей скажите пожалуйста на протяжении полугода у вас каждый месяц такая ситуация происходит с чем это связано? почему оплату не производите вовремя? да все уже больше не буду платить объясните пожалуйста что это означает? это означает что больше не буду платить с чем это связано? да я уже сто раз объясняла надоело то есть вы намеренно да не хотите платить кредит у вас какие-то сложности возникли? то раз объясняла уже больше не буду Алена Алексеевна вы знаете что если вы не будете платить кредиты добровольно банк может на вас в суд подать эти будет принудительное взыскание вы можете объяснить не факт это не точно что она будет тогда по другому спрошу вы банкротом себя объявляете или что у вас происходит? я вам уже сказала я уже все миллион раз рассказывала если у вас там ничего не фиксируется и всем да звезды и что им говорят клиенты я чего попугай одной тоже повторять что ли хватит то есть вы не хотите объяснить ситуацию что у вас на данный момент происходит? я сказала выясните пожалуйста да куда что-то уже пояснять то побольше если я только что все сказала уже я ничего от вас не услышала причина какая не оплата если у вас проблемы со слуховым аппаратом я здесь при чем? то есть вы добровольно не собираетесь оплачивать кредиты? я все вам сказала все что считала нужным я вам сказала информации никакой нет по оплате кредитов все что считала нужным я сказала по отношению кредита можете объяснить? все что считала нужным я сказала Алена Алексеевна если оплата не будет поступать банк вам направит группу выездного взыскания по месту проживания что такое группа выездного взыскания? вот тут вот я зацеплюсь пожалуй это сотрудники банка которые к вам приедут и будут выяснять тогда с вами лично почему вы оплату не производите так это группа выездного выяснения получается а не взыскания вы знаете что обозначает слово взыскание? знаю я знаю принудительный возврат денежных средств они что приедут мне утюг на пузо поставят или чего? такого не будет ну так а каким образом выездные ваши клоуны могут взыскивать чего-то? вы конструктивно готовы вести диалог или нет? а вы конструктивно готовы вести диалог не употребляя слов которые не имеют никакого отношения к вашим выездным клоунам? алена Алексеевна если вы не хотите разговаривать а ну как прижали за хвост так сразу началось неконструктивный диалог и все такое ну так поясняйте каким образом выездные ваши клоуны какое отношение имеют к слову взыскание? клоунов в банке нету у вас клоуны вы яркая представительница угу потому что не клоуны вот не употребляли вы слов которые к их работе не относятся совершенно а то из отдела взыскания она звонит и выездное у них взыскание а еще чего вы придумаете? если вы по телефону не хотите объяснить специалисту банка по какой причине вы не исполняете свои обязательства по кредитным договорам не возвращаете деньги которые вы получили в банке значит вам приедет специалисты банка по месту проживания либо по месту работы да ради бога вопрос в том что к взысканию они никакого отношения не имеют потому что взыскание в нашей стране исключается осуществляется исключительно судебным приставом но никак не выездными клоунами из сбербанка ну там специалисты с вами на месте обсудят тогда вопрос возврата денежных средств по улице не проживаете и в какое время вас можно застать дома ну после восьми вечера приезжайте в любой день каждый день? конечно поэтому адрес проживаете да? хорошо я вас поняла всего доброго все жду и больше чтоб тупорылая мне не звонили пока да здравствуйте компания приняла решение по вашему договору оставайтесь на линии специалист ответит ООО МФК Экофинанс Кредит Плюс АЛОО Здравствуйте меня зовут Ивана Варина Александровна МФК Экофинанс Кредит Плюс разговор наш записывается минуту ваша анкета загружается Надежда Владимировна верна? верна по поводу вашего договора звоню одиннадцатый день просрочки 3299 рублей сумма долга договор передали сегодня в отдел проблемной задолженности вам необходимо оплатить данную сумму до 24 числа включительно это среда 3299 рублей платеж подступить в полном объеме я же раньше говорила что не буду платить у вас там не зафиксировано это что ли ну Надежда Владимировна вы с нами не разговаривали с нашим отделом что значит не буду платить ну ты с вашей же компанией разговаривала вы между собой не общаетесь там что ли Надежда Владимировна не отвечайте пожалуйста вопросом на вопрос у вас договор перед каждым отдел проблемной задолженности почему вы решили что вы имеете права на самом деле это не имеет значения где там по каким отделам ходит мой договор я в любом случае уже отвечала это тихо спокойно не надо агрессировать я же говорю что если я отвечала уже на все эти вопросы смысл мне повторяться знаете вот вы больше демагогию разводите вы бы проще ответили на вопрос вот именно вы тоже разводите демагогию вместо того чтобы почитать почитать предыдущие комментарии узнать как я раньше при предыдущих разговорах отвечала не понимаю в чем проблема а вы тебя считаете преступницей вы почему берете преступницей я тебя считаю я думаю что да потому что это в общем-то кража кража а вы знаете что такое кража практически да по-человечески я знаю по-человечески вы знаете а юридически вы знаете вы знаете что такое кража юридически ну я конечно знаю а вы знаете скажите давайте поучите нас хорошо с удовольствием у нас вообще умные очень товарищи вот честно говоря я давно работаю во взыскании подождите вы же сказали что вы готовы меня послушать я готова я готова вас что кража это тайное хищение чужого имущества а когда происходило тайное хищение так это не кража в таком случае получается зачем же вы я называю свой поступок пришла и взяла то что хотела вот так я примерно это называю а вы вообще кем работаете вы действительно в государственном секторе сидите сидите вы а я не сижу я работаю да нет я думаю в государственном сидят они работают в государственном сидят вот знаете я не приемлю такого мнения когда винят в чем-то страну государство и так далее сами должны уметь зарабатывать если вы не умеете зарабатывать то это же проблема не государства а ваша личная вот и не стоит роптать на судьбу мне вас не жаль если госслужащие заявляют если госслужащие заявляют о том что мы придем возьмем и отдавать не будем ну да я сказала я вы имеете право там работать да вы не имеете права там работать увольте меня тогда с удовольствием я посмотрю как у вас это получится Надежда Владимировна скажите пожалуйста подтвердите мне свою дату рождения а вы мне свою подтвердите ну давайте я вам назову дату этого года верно? не исключено нет это ответ не принимаете верно или нет? ну вы принимаете или не принимаете это ваши проблемы другого ответа не будет а вы вообще на самом деле Надежда Владимировна? да нет конечно же по-моему это очевидно было с самого начала разговора вы только сейчас поняли вы не очень проницательны скажите мне пожалуйста да вот кстати мне давно бы не попадались вообще вот антиколлекторы мне давно не попадались антиколлекторы правильно говорить приятно да? ну слава богу хоть кому-то из нас приятно приятно когда нас нет наличия здоровые люди таким бы не занимались а назовите вы психологи давно были то есть мне говорит человек который 24 на 7 занимается тем что названивает людям и трепет им нервы говорит о здоровье психическом серьезно? скажите вы мне пожалуйста на каком канале вы работаете? озвучьте название своего канала я не работаю это не то слово я развлекаюсь на канале Алины Александровны разговоры с коллекторами так у вас разговоры с коллекторами конечно с коллекторами правильно говорить но не будьте ж вы так косноязычны и гордо представляю компанию недолги ну представьте хоть как вас зовут тогда так Алина Александровна непосредственно так еще не раз конечно Алина Александровна может быть конечно конечно вы от меня горя хапнули то уже не мало вы узнаете я надеюсь что на вас это все отрыгнется отрыгнется? отрыгнется на вас да нет на вас особенно я помню замечательный случай когда ваша компания была когда ваша компания благодаря мне была если вам нужно выговорить то давайте я послушаю помню тот замечательный замечательный миг когда ваша компания благодаря мне была оштрафована за нарушение 230 федерального закона и ну как бы неоднократно но больше всего мне понравилось когда вас Роскомнадзор оштрафовал за нарушение работы с персональными данными по моей жалобе это было потрясающе вы не представляете какое наслаждение я испытывала ну естественно конечно мне это не нужно совершенно ну естественно конечно ну хорошо все Алина Александровна сейчас скажу вам честно по человечески конечно нам приходится со всякими товарищами разговаривать но вот ваша профессия совершенно не пользуется уважением среди коллекторов естественно мы вам мы вам так кровь это попили естественно ну я маленький в душе не бывает взрослых людей бывает только постаревшие дети всегда это говорю не надо корчить из себя взрослых я бы вот ваше поведение если честно если бы не так разговор я называла бы точно так же как оно на самом деле называется мне очень нравится называть вещи своими именами но кстати слово на букву д я не могу произнести все давайте помолтики ради Бога я сейчас просто положу трубочку я просто положу трубочку не можете многих слов произнести в силу своего эградивного состояния вот многих слов вы хотели бы но не можете так так давайте я же вам предложила поговорить о господи как принятие мадам вам не говорили что ваше поведение весьма и весьма истерично маниакально-депрессивный психоз вам о чем нибудь говорит такой диагноз нет? откуда вы это знаете? у вас на такте есть? я много разносторонне развитая личность я много разных слов знаю не поверите такие личности сидят в одном месте в каком месте сидят такие личности разносторонне развитые Алина Александровна положите вы трубочку нет вы же знаете что у антиколлекторов правило никогда трубочку первой не класть алина Александровна я могу понять очень довольствие через это принятие через это принятие алина Александровна да да по факту вашей задолженности звонок 5022 рубля у вас 11 день просрочки почему до сих пор оплату не произвели ой да не хочу чего-то по адресу квартира верно? да хорошо Диана Владимировна а по адресу регистрации у вас кто проживает уточните пожалуйста зачем вам эта информация? читали договор займа дело в том что что? туда приходит письмо приходит ничего страшного для того чтобы направить письмо вам не нужно знать кто там проживает присылайте Диана Владимировна в пункте 4.2.3 вся информация прописана какая вся информация прописана для чего вам знать кто где проживает Диана Владимировна я повторю свой вопрос кто проживает по адресу регистрации? я повторю свой вопрос зачем вам нужна эта информация? я вас услышала Диана Владимировна вы сами не знаете зачем она вам нужна но в скрипке написано надо читать я согласна все правильно по Москве долг должен что там долг должен? как хорошо что вы пропадаете я нифига не слышу чего там говорите? по запись телефонного разговора по запись телефонного разговора я зафиксирую информацию фиксируйте информацию за неполнение требования кредитора лежит на вас также я вам напомню что вы нарушаете ряд статей 314 статьи ВК РФ где вы обязаны оплачивать а кто определил нарушение статей? Диана Владимировна я вам говорю что срок исполнения обязательно а вы мне говорите ну если вы мне говорите тогда 100% так и есть согласна согласна вы очень авторитетный орган то нужно оплачивать по графику платежей вы обязаны оплачивать по нему да 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 все понятно все понятно так кто же это определил? оператор колл-центра сегодня будет правительство платежа на оплату Диана Владимировна если оплата не поступит возможно будет фиксироваться отказ от оплаты установленной кредитором срок а это уже нарушение 310 статьи все до свидания вы такая скучная у меня очень много важных дел там на второй линии уже висит более интересная звонилка прощайте прощайте пока это прежде всего ваше интересное пока 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 да здравствуйте Надежда Владимировна приветики Надежда Владимировна меня зовут Тарас Вольга Витальевна отдел взыскания банка Кинько звонок вам поступает по факту вашей задолженности по кредитной карте Надежда Владимировна вы меня слышите? ну допустим из-за грубого нарушения вами условий кредитного договора банк вам выставил требования к оплате в размере 30 200 рублей с ученики сегодняшнего дня давайте с вами обсудим каким способом будете производить оплату кто определил нарушение договора вас очень плохо слышно говорите погромче кто определил нарушение договора Надежда Владимировна в вашем договоре указывается рот есть сумма когда необходимо вносить денежные средства если вы нарушили соответственно мы сейчас с вами созваниваемся для того чтобы урегулировать оплату кто определил что я что-либо нарушил вы обслуживаетесь согласно вашему договору у вас сейчас происходит нарушение по срокам оплаты кто определил нарушение по срокам оплаты надежда надежда владимировна давайте сейчас продолжим договор и согласуем с вами сроки оплаты мы можем с вами продолжить договор надежда надежда владимировна вы сегодня готовы внести оплату вы готовы ответить хотя бы на один заданный мой вопрос я вас услышала и я вам по данному вопросу уже пояснила вы считаете что когда я спрашиваю кто определил нарушение договора вы говорите у вас сейчас идет нарушение это ответ надежда владимировна скажите в данной ситуации кто-то конкретный вам должен быть выявить ваше нарушение а кто кто определил что я что-то нарушаю я вот не считаю что я что-то нарушаю вы отслуживаете согласно вашему тарифному плану кто определил что я что-то нарушаю надежда владимировна да да я понимаю что диалог у нас не получится проблема решена не будет сейчас а почему вы делали такой вывод вы сейчас готовы согласовать сроки оплаты а вы после того как вы ответите хотя бы на один заданный на вопрос с удовольствием обсудим еще у меня к вам ряд вопросов будет чтобы вы мне рассказали что такое взыскание это вы сказали вы за дело взыскание чтобы вы не рассказали что это что такое взыскание надежда владимировна со всеми терминами вы можете самостоятельно ознакомиться конечно могу зачем же мне это надо я думаю что вы самостоятельно должны ознакомиться с данными терминами вы сейчас готовы продолжить диалог для того чтобы согласовать сроки оплаты мне же нужно вас каким-либо способом идентифицировать как сотрудника банка я думаю что каждый сотрудник сотрудник банка а как я перезвоню если я с вами сейчас значит вы можете после нашего диалога перезвонить в банк Тинькофф то есть я сначала должна с вами обсудить свои финансовые вопросы свои персональные данные и прочее а после этого подтвердить а если вдруг вы мошенница какая-то вы можете самостоятельно с банком Тинькофф связаться по горячей линии 8 804 5 775 и соответственно договориться о сроках погашения вашей задолженности а затем мне это надо для того чтобы решить вопрос по задолженности или вы отказываетесь нет никаких задолженностей я вот так что я вашу позицию надежда Владимировна поняла поэтому я думаю что нам стоит продолжить диалог да сразу после того как вы а да все ну как-то так неконструктивненько вы общались как-то быстро я вас в угол задумала ну я думаю что Надежда Владимировна вы не готовы продолжить диалог почему же я не готова нет минуточку я готова готова я жажду продолжить диалог а еще с большим нетерпением я жду ответов на свои вопросы и судя по тому как вы стремитесь закончить этот разговор я вот понимаю что вы не готовы к диалогу но если вы не готовы то вы тогда не занимайтесь подменой понятий скажите что вы не готовы а не я подготовить Надежда Владимировна вы не погашаете задолженность уже больше трех месяцев поэтому банку нужны веские основания чтобы не передавать ваше дело на дальнейший этап изыскания вы решили все таки по скрипт мне прочитать ну давайте вы ответите на мои вопросы я в любом случае буду отвечать в рамках должностной инструкции по стандартам банка хорошо лучше бы вы действовали в рамках здравого смысла это бы исключило вот сейчас попадение вас в такую неловкую ситуацию но если вы не готовы отвечать на вопросы я отпущу вас на волю бегите Надежда Владимировна мы свяжемся с вами еще раз всего доброго до свидания когда вы будете готовы откуда вы узнаете готова я или не готова да здравствуйте я приняла решение здравствуйте приветики Диана Владимировна да это компания финанс кредит плюс Леонид Андрей Валерьевич идет связи с телефонного разговора звонок поступает касательно вашего долга у вас 37 день просрочки суммокоплата 8 тысяч 461 руб требование компании погасить текущий долг до 22 ноября включительно до понедельника вы готовы это сделать? нет не готова в чем собственно дело в таком случае почему в принципе не исполняете свои обязательства жадность 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 ясно Диана Владимировна смотри чтобы жадность вас не погубила смотри ваш язык вас не погубил тоже вполне вероятно да я с вами вполне корректно разговаривал Диана Владимировна да обсуждать дальнейшее сотрудничество на сегодняшний день фиксируется отказ от оплаты со всеми текающими длительными последствиями пока-пока по регламенту по регламенту компании у вас будет 24 часа связаться самостоятельно и договориться об оплате до свидания пока все разговоры Диана Владимировна правильно? правильно Диана Владимировна я звоню в отношении нерешенных с вашей стороны обязательствами в нашей компании 7046 рублей 34 копейки у вас просочка 34 дня 5 заем в организации скажите а что случилось почему не оплачиваете сейчас? у вас помимо суммы новая информация какая-то появилась? объясните пожалуйста что я должен знать я не знаю что вы должны знать я просто не понимаю вы говорите новую информацию что вот вы сегодня должны заплатить 19 ноября должны заплатить да что ж такое задаете вопрос не слушайте ответ собеседников в чем дело дело в том что вы задали мне вопрос на мой вопрос понимаете вот в чем странность я вопрос задал вы задали вопрос печаль, грусть, тоска, огорченица у вас я смотрю значит я просто не понимаю к чему к чему вести переговоры об одном и том на вопрос отвечайте на вопрос отвечайте пожалуйста я вопрос обзору по какой причине вы не оплачиваете мальчик мой в повелительном тоне вы будете разговаривать с капустой на огороде своей бабушки но не со мной я понимаю вы самоутверждаетесь это не важно каким образом я сейчас самоутверждаюсь я вас всего лишь на все поставила на место когда вы позволили себе лишнего каким образом я самоутверждаюсь нет я вас поставила на место по какой причине вы оплату не производите а я вам задаю встречный вопрос сколько вы будете продолжать вот этот цирк и зачем он вообще нужно разговор с вами заканчивается все хорошее о нет только не заканчивайте разговор со мной он так важен для меня прошу нет впоследствии я понимаю что вам не важно прошу как останьте да алло да да здравствуй это компания маниме меня зовут Николай Иванович Владимировна да это вы это мы леднификации личности назовите пожалуйста свой дат рождения а вас как идентифицировать что еще раз вас как идентифицировать я же представился сказал что я компания манимен я тоже вроде бы как представилась ну мы должны убедиться что мы с вами разговариваем а как можно по дате рождения убедиться что вы со мной разговариваете ну я потому что вижу вашу дату дату рождения если вы ее правильно назовете то я озвучу с какой целью я звоню вам да я знаю с какой целью вы звоните ну так надо обсудить просто данный вопрос ну обсуждайте ну вы отказываетесь проходить да конечно конечно зачем это мне нужно а вы кстати усложняйте себе жизнь этой мнимой идентификации от вас закон не требует никакой идентификации вот эти в себе придумали закон требует неразглашение 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 ну смотрите я взяла дом это было телефон мама моя трубку подняла но мама наверное иногда в курсе дата рождения ребенка вы уже разгласили информацию смысл спрашивать дату рождения чтобы идентифицировать мы же только что с вами выяснили что невозможно по дате рождения идентифицировать человека Надежда Владимировна вы отказываетесь отказываетесь ну я же уже ответила вам хорошо тогда перезвоните по номеру 8 800 600 ровно 10 18 повторяю 8 800 600 ровно 10 18 я не буду этого делать всего доброго до свидания пока пока пока